Мечты сотворения будущего Теперь, узнав о чувствах Анастасии, ее желании при всей своей необычности доказать, что она естественный и обычный человек, я понял, какую боль причинил ее душе в то утро. Еще раз извинился перед ней. Анастасия ответила, что она больше не сердится, но теперь, после сотворенного ею, боится за меня. «Что же такого страшного ты могла сотворить?» — спросил я и услышал в очередной раз рассказ, который не должен был излагать всерьез человек, желающий казаться таким же нормальным, как и все живущие в нашем мире люди. «Потому что такого о себе никто не говорил бы». «Когда ушел теплоход», — продолжила Анастасия, — «и местная молодежь направилась в деревню, я некоторое время постояла на берегу одна. И мне было хорошо. Потом я убежала в свой лес. День прошел, как обычно. А вечером, уже когда появились звезды, легла на траву и стала мечтать. Тогда и выстроила этот план. Понимаешь, Владимир, то, что знаю я, знают по частям разные люди того мира, в котором живешь ты. А все вместе, они знают почти все, только не до конца, не до конца понимают механизм. Вот и я размечталась, что ты приедешь в большой город и расскажешь обо мне, о том, что я тебе поясняла, расскажешь многим людям. Ты сделаешь это теми способами, которыми вы обычно доводите всякую там информацию и напишешь книгу. Ее прочитают много-много людей и приоткроется им истина. Они станут меньше болеть, переменят свое отношение к детям, выработают для них новый способ обучения. Люди станут больше любить. Земля будет излучать больше светлой энергии. Художники нарисуют мои портреты, и это будет лучшее из всего, что они рисовали. Я постараюсь вдохновлять их. Они сделают то, что вы называете кино. И это будет самый прекрасный фильм. Ты будешь на все это смотреть и вспоминать меня. К тебе придут ученые люди, которые поймут и оценят то, о чем я тебе рассказала. И они тебе многое пояснят. Ты поверишь им больше, чем мне, и поймешь, что никакая я не ведьма, а человек. Только информации во мне больше, чем у других. То, что ты напишешь, будет вызывать большой интерес. И ты станешь богат. В банках девятнадцати стран будут у тебя деньги. И ты поедешь по интересным, святым местам. И очистишься от всего темного, что есть в тебе. Ты будешь вспоминать меня. А потом полюбишь. Захочешь снова увидеть. Увидеть меня и своего сына. Захочешь стать достойным своего сына. Моя мечта была очень-очень яркой. Но и, возможно, немножко просящей. Вот поэтому. Наверное, поэтому все и произошло. Они приняли ее, как план к действию. И решились перенести людей через отрезок времени темных сил. Это допускается, если план в деталях рождается на земле. В душе и мыслях земного человека. Наверное, они восприняли этот план грандиозным. А может быть, что-то сами в него добавили. Потому темные силы очень сильно активизировали свою деятельность. Такого еще никогда не было. Я поняла это по звенящему кедру. Его лучик стал намного толще. Он извенит теперь сильнее. Спешит отдать свой свет, свою энергию. Я слушал Анастасию. И в тот момент во мне все больше утверждалась мысль, что она в какой-то степени сумасшедшая. Может быть, лечилась в какой-нибудь больнице, да сбежала. Теперь вот ребенок может родиться. Ну и история. Тем не менее, видя с какой серьезностью и волнением она говорит, я постарался успокоить ее. Ты не бойся, Анастасия. Твой план заведомо неосуществим. А потому и бороться темным и светлым силам незачем. Ты же недостаточно детально знаешь все о нашей обычной жизни. Ее законах, условностях. Дело в том, что книг у нас сейчас великое множество. Но даже произведения известных писателей не очень-то покупают. Я совсем не писатель. А следовательно, нет у меня ни таланта, ни способностей. И образования. Ну, нет всех составляющих, чтобы чего-то там написать. Да, раньше у тебя их не было. Но теперь есть, заявила она в ответ. Хорошо, продолжал я успокаивать ее. Даже если и попытаюсь, никто не будет этого печатать. Не поверят в твое существование. Но я существую. Я существую для тех, для кого существую. Они поверят и помогут тебе. Так же, как помогу им потом я. И мы вместе с этими людьми. Не сразу стал мне понятен смысл ее фразы. Я снова сделал попытку успокоить ее. Не буду я ничего даже пытаться писать. Нет в этом никакого смысла. Но пойми ты это, наконец. Будешь. Они уже явно составили целую систему обстоятельств, которые заставят тебя это сделать. Я что, по-твоему, винтик в чьих-то руках? И от тебя многое зависит. Но темные силы будут стремиться помешать тебе. Помешать всеми доступными им способами. Вплоть до подталкивания тебя к самоубийству. Создавая иллюзию безвыходности. Все, Анастасия, хватит. Надоело слушать твои фантазии. Считаешь, это фантазии? Да, фантазии. Я осекся. Мысль словно вспыхнула. Соизмерила в моей голове время, и я понял. Все, что рассказывала Анастасия о своих мечтаниях, о сыне, она задумала в прошлом году. Когда я еще не знал ее так близко, как сейчас, и не переспал с ней. Теперь, год спустя, это произошло. Так значит, все уже происходит? Так, Анастасия? Конечно. Если бы не они, и я немножко, твоя вторая экспедиция была бы невозможной. Ведь ты едва сводил концы с концами после первой. А на теплоход уже не имел никаких прав. Ты что же, повлияла на пароходство, на фирмы, которые мне помогли? Да. Так ты же разорила меня и нанесла ущерб им. Какое ты право имеешь вмешиваться? А я еще теплоход оставил. Сижу здесь с тобой. Может, там разворовывают все? Ты, наверное, гипнозом каким-то обладаешь. Нет, еще чем-то похуже. Все-таки ты ведьма. Или отшельница ненормальная. Ничего нет у тебя. Даже дома нет. А философствуешь тут передо мной. Я предприниматель. Ты хоть понимаешь, что это такое? Я предприниматель. Пусть погибаю, но еще идут по реке мои теплоходы. Они несут людям товары. Это я доставляю на крайний север. Даю людям, и тебе могу дать нужные товары. А что можешь дать ты мне? Я, что дать могу тебе, Дам каплю нежности небесной И дам покой. Ты будешь гений яснооки. Я образ твой. Образ? Да ну же он кому твой образ? Толк с него какой? Он тебе книгу для людей поможет написать. Ну вот, пожалуйста, Опять ты с мистикой своей. Как человек не можешь, значит, жить. Никогда. И ничего плохого я никому не делаю. И не смогу сделать. Я человек. Если тебя так волнуют благо земные И деньги, То подожди немножко. Все вернется к тебе. Я виновата перед тобой. Ну, что так помечтала. Что будет трудно тебе какое-то время. Но как-то иначе Ничего не придумалось тогда. Ты же логику не воспринимаешь. Тебя нужно заставлять с помощью Жизненных обстоятельств Твоего мира. Вот, пожалуйста, Не вытерпел я. Значит, все-таки Заставлять Делаешь это ты. А еще человеком Хочешь казаться Обычным. Я человек. Женщина. Анастасия Волновалась. Это было видно потому, Как она воскликнула. Я же только Хорошего, Светлого хотела. Я хочу, Чтобы очистился ты. Потому и задумала тогда Поездку по святым местам, Книгу. Они это приняли. А с ними всегда Темные силы Борются, Но никогда в главном Не побеждают. А ты что же Со своим Интеллектом, Информацией, Энергией При этом Будешь в стороне Как наблюдатель. При такой степени Противостоянии Двух великих Начал Эффект от моих Усилий Ничтожно мал. Нужна помощь И многих других Из вашего мира. Я буду искать И найду их. Как тогда, Когда ты лежал В больнице. Только ты Сам Ну, хоть Немножечко Стань осознаннее. Побари в себе Дурное. Да что во мне Такого уж дурного. Что плохого Я в больнице делал. И как это ты Могла меня Лечить. Если тебя Рядом не было. Ты тогда Просто не чувствовал Моего присутствия. Но рядом Я находилась. Когда была На теплоходе, Я принесла Вам веточку Звенящего кедра, Которую Еще мама Сломала Перед тем, Как погибнуть. Я оставила Ее В твоей каюте. Когда ты Пригласил меня. Ты Ты был Тогда Уже Болен. Я Почувствовала. Ты Помнишь Веточку? Да. Ответил я. Веточка Действительно Долго Висела В моей Каюте. Но я Не придавал Ей Значения. Ты Просто Выбросил Ее. Но я Я ведь Не знал. Да. Не знал. Выбросил. И не успела Мамина Веточка Болезнь Победить. Потом Ты лежал В больнице. Когда вернешься, Внимательно Посмотри Историю Своей болезни. В карточке Ты увидишь, Что Несмотря на Применение Самого Лучшего Лекарства Улучшение Твоего Здоровья Не наступало. Но потом Тебе Ввели Масло Кедрового Ореха. Врач Строго Соблюдавший Предписанные Правила Не должен Был Этого Делать. Но Он Сделал. Он Сделал То, Чего Нет Ни В одном Вашем Медицинском Рецепторном Справочнике. И Вообще Никогда Не Делалось. Ты Помнишь? Да. Тебя Лечила Женщина Заведующая Отделением Одной Из Лучших Клиник Вашего Города. Но Это Отделение Не Связано С Твоим Заболеванием. Она Оставила Тебя. Хотя Этажом Выше В Этом Ж Здании Находилось Отделение По Профилю Твоего Заболевания. Так? Да. Она Колола Тебе Иголки Включая При этом Музыку. Анастасия Говорила Все То Что Было Со Мной На Самом Деле. Ты Помнишь Эту Женщину? Да. Это Была Заведующая Отделением Бывшей Обкомовской Больницы. И Вдруг Анастасия Глядя Глядя Серьезно На Меня Сказала Несколько Отрывочных Фраз Сразу Потрясших Меня Даже Мурашки По Телу Пробежали Какую Вы Любите Музыку Хорошо Вот Так Не Громко Она Говорила Эти Фразы Голосом И С Интонациями Заведующей Отделением Которое Меня Лечило Анастасия Воскликнул Я Она Прервала Меня Слушай Дальше И Пожалуйста Владимир Не Удивляйся Ну Попробуй Попробуй В конце Концов Осознать Что Говорю Я Тебе Ну Хоть Немножко Мобилизуй Свой Ум Все Это Пока Очень Просто Очень Просто Для Человека Она Продолжала Эта Женщина Врач Она Очень Хорошая Она Настоящий Врач Мне Мне С ней Было Легко Она Добрая И Открытая Это Я Не Хотела Чтобы Тебя В другое Отделение Переводили Другое Соответствовало Профилю А Ее Нет Но Она Просила Своих Начальников Оставьте Я Вылечу Она Чувствовала Сможет Она Знала Твои Болячки Лишь Следствие Другого И С этим Другим Она Пыталась Бороться Она Врач А Как Вел Себя Ты Продолжал Курить Пил Сколько Хотел И Ел И Острое И Соленое Это При Такой Сильной Язве Ты Не Отказывал Себе Ни В чем Ни В Каких Удовольствиях Где То В Подсознании У Тебя Засело Но Сам Ты Этого Не Подозреваешь Что Тебе Ничего Не Страшно Ничего Не Случится С Тобой Я Не Сделала Ничего Хорошего И Скорее Наоборот Темного В твоем Сознании Не Убавилось Не Прибавилось Осознанности Воли Когда Ты Уже Был Здоров Поздравить Ее С Праздником Женщину Спавшую Тебе Жизнь Послал Свою Содрудницу А Сам Даже Не Позвонил Ни Разу Она Так Ждала Этого Она Полюбила Тебя Как Она Или Ты Анастасия Мы Если Тебе Будет Понятнее Я Встал Не Знаю Почему Отошел От Сидящей На Поваленном Дереве Анастасии Смешанность Чувств И Мыслей Вызывала Все Большую Неопределенность В отношении К ней Ну Вот Опять Ты Не Понимаешь Как Я Это Делаю Пугаешься А Догадаться Просто Я Это Делаю С Помощью Воображения И Точного Анализа Возможных Ситуаций А Ты Опять Обо Мне Подумал Она Замолчала Наклонив Голову Я Тоже Стоял И Молчал Думал Да Что Ж Она Все Говорит Говорит Разные Невероятности Говорит И Сама Жи Расстраивается Расстраивается Что Непонятны Они Видно Не Соображает Что Любой Нормальный Человек Не Воспримет Их А Следовательно Не Воспримет И Ее Как Нормальную Потом Я Все Подошел К Анастасии Отвел Неспадающие Пряди Ее Волос Из Больших Серо-голубых Глаз Анастасии Скатывались Слезинки Она Улыбнулась И Сказала Неприсущую Ей Фразу Баба Она Есть Баба Да Сейчас Ты Поражен Самим Фактом Моего Существования И Не Веришь Своим Глазам Не Веришь До Конца Не Можешь Осознать Что Говорю Тебе Я Факт Моего Существования И Способности Кажутся Тебе Удивительными Ты Ты Совсем Перестал Воспринимать Меня Как Нормального Человека А я Поверь Человек И Никакая Не Колдовка Мой Образ Жизни Ты Считаешь Удивительным Но Почему Почему Не Кажется Удивительным И Парадоксальным Тебе Другое Почему Люди Признавшие Землю Космическим Телом Величайшим Творением Высшего Разума Каждый Механизм Которого Величайшее Его Достижение Терзают Этот Механизм И Направляют Столько Усилий На Его Поломку Вам Кажется Естественным Рукотворный Космический Корабль Или Самолет Но Вся Эта Механика Сделана Из Поломанных И Переплавленных Частей Величайшего Механизма Представь Себе Существо Которое Ломает Летящий Самолет Чтобы Сделать Из Получается Примитивнейшее Орудие Человек Не Понимает Что Нельзя Ломать Летящий Самолет Бесконечно Ну Как Не Поймете Мышцы Мышцы Ног Конечно Атрофируются Машина Никогда Не Превзойдет Человеческий Мозг Если Его Постоянно Тренировать Анастасия Растерла Ладонью Скатывающаяся По щеке Слезинку И Снова Упорно Продолжала Излагать Свои Невероятные Умозаключения Тогда И Предположить Я не мог Что Все Сказанное Ею Взволнует Многих Людей Сколыхнет Умы Ученых И Даже В качестве Гипотез Не Будет Иметь Аналогов В мире По Словам Анастасии Солнце Это Нечто Вроде Зеркало Оно Отражает Исходящее От Земли Излучение Невидимое Глазом Это Излучение От Людей Находящихся В состоянии Любви Радости И Каких-то Иных По ее Словам Светлых Чувств Отразившись От Солнца Оно Возвращается На Землю В виде Солнечного Света И Дает Жизнь Всему Земному Она Приводила При этом Ряд Доказательств Хотя Понятие Было Не так Просто Владимир Владимир Вот Пойми Если бы Земля И Другие Планеты Лишь Потребляли Благодать Света Солнца То Оно Должно Было Бы Угасать Неровно Гореть И Его Свечение Не Могло Быть Равномерным Одностороннего Процесса Во Вселенной Нет И Быть Не Может Все Взаимосвязано Она Оперировала И Словами Из Библии И Жизнь Была Свет Человеков Анастасия Также Утверждала Что Чувства Одним Человеком Передаются Другому Отражаясь От Космических Тел Она Демонстрировала Это На Примере Говорила Никто Из Людей На Земле Живущих Не Сможет Отрицать Что Чувствует Когда Его Кто-то Любит Это Ощущение Наиболее Ощутимо Когда Находишься Рядом С Любящим Тебя Вы Называете Это Интуицией На Самом Деле От Любящего Исходят Невидимые Волны Света Но И Когда Человек Не Рядом Если Сильна Любовь Его Она Также Ощутима С Помощью Этого Чувства Понимая Природу Его И Можно Творить Чудеса Это То Что Называете Вы Чудесами Мистикой Или Невероятными Способностями Скажи Владимир Тебе Стало Сейчас Чуть Чуть Лучше Ну Как-то Легче Теплее Заполненнее Да Ответил Я Мне Почему-то Стало Теплее Теперь Смотри Что Будет С тобой Происходить Когда Я Еще Больше Сосредоточусь На Тебе Анастасия Чуть Опустила Ресницы Медленно Сделала Несколько Шагов Назад И Остановилась По Моему Телу Разливалось Приятное Тепло Оно Усиливалось Но Не Обжигало Мне Становилось Жарко От Него Анастасия Повернулась И Медленно Стала Удаляться И Скрылась За Толстым Стволом Высокого Дерева Ощущение Приятного Тепла Не Уменьшалось К Нему Добавилось Новое Будто Бы Что-то Помогало Сердцу Гонять По Жилам Кровь И Теперь С Каждым Ударом Создавалось Впечатление Что Потоки Крови Вихрями Мгновенно Достигают Каждой Жилочки Тела Сильно Вспотели И Стали Мокрыми Ступни Ног Вот Видишь Теперь Тебе Все Понятно Сказала Вышедшая Из-за Дерева Анастасия Уверенная Будто Бы Она Смогла Что-то Доказать Ты Ведь Все Чувствовал Когда Я Зашла За Ствол Дерева И Даже Усилились Твои Ощущения А Меня Ты Не Видел Расскажи Мне О Своих Ощущениях Я Рассказал И Спросил Свою Очередь А Что Доказывает Ствол Дерева Ну Как же Волны Информации И Света От Меня Шли К Тебе Напрямую Когда Я Скрыл Скрыл Ствол Дерева Их Должен Был Сильно Исказить Так Как У Него Своя Информация И Своё Свечение Но Этого Не Произошло Волны Чувств Стали Попадать К Тебе Отражаясь От Космических Тел К Тому Ж Усилились Потом Я Сделала То Что Вы Называете Чудом У Тебя Вспотели Ноги Ты Скрыл Это От Меня Я Не Придал Этому Значение Какое Чудо Заключается В Потении Ног А Я Выгнала Из Твоего Организма Через Ноги Потение Их Много Всяких Болячек Ты Должен Чувствовать Себя Сейчас Намного Лучше Даже Внешне Это Заметно Вот И Сутулость Уменьшилась Действительно Физически Я Ощущал Себя Лучше Так Значит Анастасия Ты Вот Так Сосредоточишься Помечтаешь И Получается Все Что Ты Захочешь Так Примерно И Всегда У Тебя Получается Когда Мечтаешь Когда Мечтаешь Не Только Об Исцелении Всегда Если Не Абстрактна Мечта Если Она Детализирована До Медчайших Событийностей И Не Противоречит Законам Духовного Бытия Такую Мечту Не Всегда Удается Построить Надо Чтобы Мысль Очень Быстро Мчалась Вибрация Чувств Соответствующая Была Тогда Воплотиться Она Обязательно Это Естественно В Жизни У многих Так Случается Спроси У Знакомых Своих Может быть И среди них Найдутся Те Кто Помечтал И сбылась Мечта Его Сбылась Полностью Или Частично Детализировать Мыслить Чтобы Быстро Быстро Мыслим Чалась Скажи А когда Ты О поэтах Художниках Книги Мечтала Ты Детализировала Быстро Думала Твоя Мысль Необыкновенно Быстро И все Конкретно В мельчайших Деталях Теперь Считаешь Сбудется Да Сбудется А больше Ты ни о чем Тогда не мечтала Ты мне Все Рассказала О своих Мечтаниях Я не Все Рассказала Тебе О своей Мечте Так Расскажи Все Ты Хочешь Меня Слушать Владимир Правда Хочешь Да Лицо Анастасии Просияло Будто Вспышка Света Озарила Его Вдохновенно И Взволнованно Произнесла Она Свой Невероятный Монолог Продолжение следует Продолжение следует